Молодость, сила, справедливая Россия! Молодежь, которая действует, именно такие ребята становятся участниками Всероссийского форума «Территория смыслов». Сейчас стартовала третья смена политика и сетевые лидеры. На Сенеж прибывают активисты из разных регионов, в их числе делегация молодежного крыла партии «Справедливая Россия». В работе форума принял участие и Сергей Миронов. Мы не можем не думать о будущем нашей страны, а каким это будет будущее, зависит в том числе и от всех нас. И нас, конечно, не может не волновать, что они думают, что их волнует, что им нравится, что не нравится, с чем они согласны, с чем они не согласны. Потому что, что бы мы ни говорили, но действительно будущее в их руках будет уже очень скоро. Из-за пандемии в этом году обучение проходит одновременно в двух форматах – офлайн и онлайн. Всего от «Молодежи справедливой России» более 80 участников. Из них 21 находятся в Солнечногорске. Влад Шевчук приехал из Краснодара. Мы 6 лет уже активно занимаемся молодежной политикой в нашем крае. Соответственно, с каждым днем мне необходимо получать новые знания, чтобы я мог реализовать это уже на благо моего края. Почему у нас «Справедливая Россия»? Потому что я длительное время сотрудничаю с данной партией. Она помогает мне полностью реализовать те задумки, те идеи. То есть полностью лояльно относится, готова выслушать, готова помочь с реализацией. Сергей Миронов! Сергей Михайлович, добро пожаловать! События, которого с нетерпением ждут все участники. Диалог на равных. Тема панельной дискуссии в этом году – новые вызовы политической реальности. Кто и как побеждает на выборах сегодня. Сергей Миронов и представители других фракций честно ответили на острые, порой провокационные, вопросы о трехдневном голосовании, домашнем насилии, экологической обстановке в стране и давлении на оппозицию. Парламентские партии обязаны участвовать в губернатных выборах без всяких муниципальных фильтров. Эта система сбоит. И Хабаровский край, и Хакасия, и Владимирская область сбоит. Были вроде технические кандидаты, вдруг они выиграют, потому что люди хотят действительно выбора и голосуют против властного кандидата. Поэтому монополизм вреден и нужно его менять. Спасибо. После этого Сергей Миронов вместе с депутатом «Справедливой России» Дмитрием Иониным провел личную встречу с молодежным крылом партии. Они пообщались с активистами на разные темы и узнали, что волнует ребят. Не секрет, что многие люди потеряли работу во время пандемии, потеряли деньги. То есть в МФЦ стоят очереди. Самое страшное, когда приходят родители один, родители второй. И они на прожиточный минимум, то есть мрот этот получают. Они как бы и себя проказывают, и ребенка, ипотека, кредиты. Как вы с этим тоже будете? Мы первые предложили оказать помощь всеми с детьми. И сейчас у нас лежат законопроекты. И помощь тем, кто потерял работу, обязательно. И ниже прожиточный минимум выдать. Мы целый, там не буду все повторять, то есть мы эту проблему знаем и бьемся. И более того, когда нас отсчитывался Мишустин, мы направили ему наше предложение. И я вижу, сейчас некоторые уже в разработку предложения взяли. В конце встречи парламентарий каждому подарил свою автобиографическую книгу Серега. Политик уверен, что власти необходимо встречаться, разговаривать с молодежью и прислушиваться к их мнению. Ведь эти юноши и девушки – будущее России.